Привет! Это разбор книги по номерам 335. Живи! Как залечить раны прошлого, справиться с настоящим и создать лучшее будущее. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов. Не уверен, что мы так разом по щелчку создадим лучшее будущее, но мы, по крайней мере, с тобой попытаемся. Давай перед выводами побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Тут чашу весов перевешивает в сторону. Нет. Привет! Это уже третья серия этого автора в моем подкасте. Уж очень меня зацепил заголовок. Название. Как залечить раны прошлого, справиться с настоящим и создать лучшее будущее. Обнадеживает, правда? И я надеюсь, что у нас тут и слушателей нет таких божьих одуванчиков, которые ходят и говорят, да у меня вообще все окей. Что вообще в жизни происходит? Что-то случилось сразу? У меня все окей. У каждого из нас есть какие-то нерешенные проблемы, которые тянутся шлейфом и забирают энергию. И такие книги должны, по идее, решать. Ну, точнее, не они решают, решают наши действия, решают наши мыслительные процессы, которые мы там у себя в голове проворачиваем. Здесь только информация. Так что вот эти 8 выводов, они будут крайне полезными. Рекомендую внимательно слушать. Если ты там ешь, за рулем, то, конечно, смотри по сторонам, ну и слушай внимательно. Давай переходим к выводу номер 1. Когда разум меняется в лучшую сторону, в лучшую сторону меняется и мозг. Мозг постоянно переобразуется по мере того, как вы впитываете свои ощущения. Многократно стимулируя определенный участок мозга, вы развиваете его. Вы учитесь быть спокойнее или добрее, так же, как и любой другой вещи, с помощью регулярной практики. Мы развиваем психологические ресурсы на протяжении двух этапов. Во-первых, мы должны испытывать то, что хотим укрепить в себе. Например, чувство благодарности, любви или уверенности. На втором и самом важном этапе нам необходимо трансформировать этот мимолетный опыт в устойчивое изменение нервной системы. В противном случае мы не исцелим свои раны, не будем развиваться и расти. Полезно? Но го. И приятного опыта самого по себе недостаточно. В этом заключается главная проблема современной позитивной психологии. Обучение персонала, коучинга и психотерапии. Чаще всего приятные ощущения, которые испытывают люди, не влияют на их мозг. Но приложите небольшое усилие, и эти чувства оставят стойкий след. Я удивительно странно посмотрел на этот ввод, и он прям зашевелил мои шестеренки в голове. Рассказываю, вот представь, давай предположим, есть какой-то человек, который считает, что он находится в депрессии. Ну, либо не считает, реально там находится. И вот наступает его день рождения, и появляется надежда, что именно сегодня что-то поменяется. Сегодня-то его день, и он прям надеется на то, что все будет иначе. И так и становится. Ему говорят приятные слова, задаривают подарками, нужными подарками. И он задувается вечно торте и счастлив. Наступает следующий день, и все возвращается на круги своя. А автор же говорит, что тебе это состояние нужно заметить. А почему ты счастлив? Какое чувство ты испытываешь в глубине? То есть мы можем, ну, парни, я в том числе, вообще все парни. Ладно, что я обобщаю. Ну, в общем, мужской пол очень-очень ограничен в определениях чувств. Это девушки могут говорить, я чувствую вдохновение, я чувствую воду, шевеление. А парни, у меня окей, все нормально, нормально, жить буду, идем дальше. Вот нам нужно разобраться в этих чувствах, понять, что мы испытываем, что нас вдохновляет. И копнуть, копнуть в сторону этого чувства. Обнаружить, а что нам, что было причиной, почему мы испытываем это следствие. И только тогда, при этой мыслительной работе, мы можем, как пишет автор, оставить стойкий след. Ввод номер два. Быть за себя. Когда мы относимся к людям с заботой и уважением, мы пробуждаем в них их лучшие черты. То же самое произойдет, если мы будем относиться хорошо к себе. Однако человек, как правило, является лучшим другом для кого-то, а не для себя. Мы заботимся о чужой боли, видим в людях положительные качества и проявляем к ним справедливость и доброту. Но каким другом вы являетесь по отношению к саму себе? Многие подвергают себя жесткой критике, сомневаются в себе, теряют над собой контроль, вместо того, чтобы вырабатывать в себе устойчивость. Представьте, что вы относитесь к себе так же, как к своему другу. Вы с теплотой и симпатией поддерживаете себя, помогаете себе исцелиться и развиваться. Вообразите, каким был бы ваш день, если бы вы заняли собственную сторону, чтобы вы испытали, если бы начали оценить свои хорошие намерения и доброе сердце и перестали быть столь самокритичными. Ну, что у нас там? Есть такие, кто так умеет на практике? Давай тест пройдем. Легкий такой, простой. Есть у тебя друзья? Надеюсь, есть. А лучший друг есть? Тоже, наверное, есть, да? Ну, либо ты там сомневаешься, а настоящий, лучший он друг или все-таки нет. На тот случай, если ты, да, да, два раза кивнул головой, что и друзья есть, и лучший друг есть, то, наверное, нужно смотреть в сторону того, что твой самый настоящий, искренний, лучший друг должен быть ты сам. Ты для себя должен желать самого лучшего. Наверное, не стоит переходить грани, становиться эгоистом и говорить, вы челядь, а я бояринь. Вот такого не нужно. Все же в рамках разумного должно оставаться. Но все-таки ты должен оставаться для себя лучшим другом. Желать себе самого лучшего. Вот давай я тебе пример расскажу. В Новосибирске, в городе, в котором я живу, у нас не так много дорогих машин. Но у меня есть хобби. Если я вижу дорогую машину, мне интересно посмотреть что-то внутри. Не заглядывать, как будто я воровайка какой-то, я сейчас разобью стекло и украду что-то. Нет. А просто интересно, что эти богатые, успешные люди хранят у себя на переднем сиденье. Очень редко, кстати, встречается там много хлама. Вот как в какой-нибудь там старенькой Тойоте, в старенькой девяткой там смотришь. Там разбросаны бутылки от газировок, упаковки с фастфуда и так далее. И тут я обнаруживаю, что в этом подстаканнике стоит дешевая вода. И у меня вопрос. Вот этот человек определенно точно не является себе лучшим другом. Он может быть успешен в рамках финансового благополучия. Ну, то есть деньги у него есть, да. Я не буду вдаваться в подробности, кредит, не кредит, зам, не зам. Просто предположим, все у него с деньгами ок. Но ему пофиг, что пить. Он пошел, купил себе дешманскую воду и все хорошо. Но, возможно, на свидании с девушкой он попытается ее удивить. Закажет хорошее вино, вкусные еду. Но воду он купит себе самую дешевую. Вот задумайся насчет этого. Ты лучший друг для себя или нет? Вывод номер три. Самое главное формирование любого психологического ресурса, в том числе сострадания, регулярность. Только так мы сможем достичь устойчивого изменения нейронной структуры или функции. Вы словно записываете песню на старомодном магнитофоне. Когда играет песня, то есть когда вы испытываете ресурсное чувство, вы помогаете ему оставить физический след в вашей нервной системе. Если вы уже ощущаете что-то приятное или полезное, например, удовлетворение от выполненного отчета на работе или комфорт, когда прилегли на диван в конце сложного дня, постарайтесь заметить это чувство. Вы также можете осознанно создать любое ощущение, такое, как ощущение «я на своей стороне». Как только вы испытали нечто подобное, постарайтесь прочувствовать это как можно глубже и удержать ощущение в течение нескольких вдохов. Чем чаще вы это делаете, тем глубже вы встроите психологические ресурсы в нервную систему. Вот тебе советы из области не фантастики, а практики. У нас же, вне зависимости от ситуации, которая сложилась в мире и конкретно в наших с тобой разных жизнях, бывает приятное, да? И приятное может быть разным. Вкусное мороженое съел, пироженкое, еда вкусная. Комплимент получил, что у тебя классная блузка, рубашка, что-нибудь у тебя, туфли у тебя вообще огонь просто. И вроде и самооценочка говорит, ну да, да, все нормально с туфлями у меня. И блузка тоже огонь, согласен. Но вот это чувство, мы как бы мимолетно получили выброс эндорфинчика или другого из гормонов, и все хорошо. А дальше идем по своему пути. Но что если это чувство задержать? И автор, кстати, дальше на страницах рекомендует задерживать его через изменение дыхания. Вот мы с тобой дышим повседневно. Как? Прерывисто, поверхностно. Ну, мало кто умеет правильно дышать. И что если в момент, когда ты испытываешь что-то хорошее, тебе нужно дать сигнал своему мозгу, что именно в этот момент я постараюсь дышать иначе. Ну, типа на три вдоха, на три секунды делаю вдох, а выдыхаю на пять секунд. То есть медленнее. Таким образом у тебя будет срабатывать такой, знаешь, щелчок в голове, что что-то мы должны запомнить. То есть тебе нужно физиологически что-то поменять. Можешь себя поглаживать, но только в неинтимных местах. Можешь себе что-то внутренне проговаривать. Типа, блин, я сейчас такое офигенное чувство испытываю после этого мороженка. Или после просмотра этого фильма зафиксируй, остановись, замедлить, прочувствуй это состояние. Вот номер четыре. А, сейчас интригу пущу. Ой, мёня, уа-я-я-я. Готовься. Если вы хотите укрепить свою мотивацию, например, к тренировкам, здоровому питанию или завершению сложного проекта на работе, постарайтесь сосредоточиться на... Не скажу на что. Ну, точнее, скажу, мы с тобой опять сыграем в игру. 500 комментариев соберём, и тогда скажу. А не соберём, ничего не скажу. И перейду просто вот так вот нагло, как торгаш последний, к пятому выводу. Всё. Ввод номер пять. В подходящий момент позвольте ощущению войти. Признайте, что вы перенесли что-то тяжёлое, и цените себя за это. Пусть облегчение и расслабление охватят всё тело. Постарайтесь заметить или вспомнить чувства, которые могут заменить отпущенные переживания. Например, это может быть спокойствие вместо тревоги. Сосредоточьтесь на верных и полезных мыслях, которые пришли на смену ошибочным и вредным. Подумайте, можете ли вы извлечь урок из произошедшего. Возможно, вы станете добрее к себе или внимательнее в отношении с другими. Нет ли чего-то, что стоит изменить в своём поведении. Вероятно, вам следует приезжать в аэропорт заранее или перестать говорить о деньгах с партнёром перед сном. Доверьтесь интуиции. Она подскажет, когда переходить от одного шага к другому. Вспомните сказку «Три медведя», в которой одна кровать была слишком жёсткой, другая слишком мягкой, и лишь третья оказалась подходящая. Что именно кажется подходящим для вас, зависит от самого ощущения. Например, вы можете на несколько секунд позволить осуждающей мысли быть и признать знакомое ворчание. Ну вот я снова поучаю других водителей, а затем быстро перейти ко второму шагу и отпустить её. Не стоит зацикливаться на этом. Вы уже уловили мысль. Пора двигаться дальше. В этом выводе кроются две контрольные точки для будущих твоих метаморфоз. Первое. Если ты словил себя на негативной реакции, ну вот как пишет автор, начинаешь мотюгами крыть всех водителей, ведь они купили все права, ты профит, ты шумахер. Они тебя подрезают, они там, ну короче, уводят, вот как тебе не нравится, брат. И в этот момент первый шаг – это зафиксировать. Типа я ворчу, я матерюсь, я там, у меня костяшки заливаются, для того, что врезать хочу. Ну, конечно, не врежь кому, но всё-таки. Ну, то есть ты злишься. Первая фаза. Вторая фаза. Отпусти. Да, ты уже заметил, что ты выводишься так быстро. Ты как этот, по рефлексу Павлова, да, слюна выделилась, услышали звоночек, колокольчика. Но мы же тобой-то поумнее, правильно, всех этих законов, всех этих экспериментов над собачками Павла. Мы можем что-то делать с этим. Почувствовали запах жареного, зафиксировали, пропустили это через себя. Это если у тебя следующая реакция. Ну, вот, я делаю плохо. Опять я начинаю заниматься тем, что прокручиваю негативные мысли. Это тоже вообще не лучшая идея. Потому что, когда мы начинаем ещё мусолить то, что мы плохие, то это уводит нас вообще в другую сторону. Мы должны пропустить. Мы должны, ну, ладно, ну, да, смудать ничего чуть-чуть, ну, и пофиг. Вывод номер шесть. Новое слово с тобой выучим. Агентность означает, что вы считаете себе причиной чего-то, а не следствием. Агентность вступает в силу, когда вы осознанно выбираете голубой свитер, а не красный. Или вы слушаете что-то мнение и говорите, нет, я с тобой не согласен. Благодаря агентности вы проявляете активность и инициативу. Вы сами управляете своей жизнью. Агентность является главным аспектом стойкости. Потому что без нее человеку не удастся мобилизировать для борьбы свои внутренние ресурсы. Если жизнь сбила вас с ног, именно агентность поможет вам подняться. Парни, когда вы слышали слово мобилизироваться, такие напряглись, наверное. Шутка такая немножко с черным юмором. Что такое агентность? На простом, понятном языке. Это, знаешь, защитная функция организма и вообще мозга. Когда страшно шутить на эту тему. Но это как, может быть, кто испытывал такое. Во время похорон почему-то хочется улыбнуться. Хотя, ну, тебе жаль, допустим. Ты переживаешь, ты там грустишь, но тебе хочется улыбнуться. Или в момент, когда кому-то плохо, ты начинаешь смеяться. Но в основном это какие-то комики. Стендапы это обыгрывают. Ну, ладно, надеюсь, тебе это понятно. Короче, все, забыли шутку эту черную. Агентность в нашей жизни должна встречаться чаще. Прям чаще. Потому что только тем, кто по-настоящему агентен, вот такое слово, не знаю, есть или нет, то им сопутствует удача. То есть мы должны не путать причины со следствием. Еще раз. Нужно понять, что мы должны себя считать причиной чего-то, а не следствием. То есть от того, что ты там, допустим, финансово не защищен, это не следствие, а это причина. Ну, если вот так внедрять эту идею в свою голову. То есть следствие чего? Следствие того, что сейчас все неспокойно, экономика летит в тартарары, сейчас в ключе какого-нибудь прогноза экономиста, так волосы на голове станут от того, что все плохо. Чуть ли не Армагеддон уже завтра наступит. И если смотреть такой посыл, то, конечно, будем видеть во всем следствие. Только экономика плохая, вот и все. А если мы будем во всем видеть причину, то есть я причина того, что я там не пунктуальны, я причина того, что я не собранный, я там причина и так далее. Вот тогда начнет происходить магия. Вывод номер 7. Благодаря социальным сетям, кстати, вот здесь прям повнимательнее, тревожникам посвящается. Мы сравниваем всю свою жизнь проблемы, которые нам хорошо известны, тщательно отредактированы на резкой жизни другого человека. В результате мы испытываем разочарование, унижение и зависть. Радость за других людей является натуральным антидотом, для этих чувств. Она позволяет избавиться от самокритики или горьких переживаний и улучшить настроение. Но мысли о чужих успехах могут вызывать болезненные сравнения, которые мешают порадоваться за них. Чтобы преодолеть это препятствие, для начала признайте дыры, полученные вами, обнаруженные радости, собственную удачу и свой вклад в жизнь других. Все хорошее в вашей жизни остается хорошим, даже если жизнь другого человека кажется лучше, признайте, что успешные люди тоже страдают. Как и все они сталкиваются с болезнями, смертью и неизбежными потерями. Не забывайте, что все происходящее в жизни человека всего лишь маленький всплеск в широкой реке факторов. Человек не может повлиять на основную долю этих факторов. Например, хорошие гены или социальный класс родителей. Таким образом, вам не нужно принимать чужие взлеты и свои падения так близко к сердцу. Первым делом порадуйтесь успехам близких. Когда вы испытываете это чувство, остановитесь и примите его. Затем порадуйтесь за других людей. Делайте это регулярно и вы сформируете привычку радоваться за других. Великодушный способ обрести счастье. Сейчас на простом языке объясню, как перевести этот вывод в плоскость действий. Это так звучит очень романтично. Радуйтесь за другим. Я прекрасно понимаю большинство людей. Вот я сам 18 лет. Вот давай представим картинку. Сейчас поработаю с твоей фантазией. Вот представь старую пятиэтажечку. На первом этаже находится блезлая квартира. Однокомнатная. В которых, знаешь, ванна такая. Она как то ли ржавчиной покрылась, но вот этим рыжим каким-то въедливым цветом. Кухня 5 на 5. Микроволновки нету. Диван раскладывается, скрипит. Мне кажется, там клопы жили и потом уехали, потому что они просто устали. Устали там жить. Они захотели перемен. И вот я в такой квартире жил. И вот если мне сказать, 18 лет, сейчас мне 30, сказать, предположим, что тогда Инстаграм был популярный, кто-то мне там шепнул на ухо, вот смотри на этих успешных людей и радуйтесь за них. Я бы сказал, ты вообще, сложно подбирать слова без матов. В общем, я бы послал этот внутренний голос или шептуна этого мне в ухо куда подальше. Вот на все много красивых букв. Я бы так сделал. Я бы вообще не поверил, как можно радоваться за кого-то. И у меня есть реальная практика, которая тебе поможет. Во-первых, радоваться за кого-то легче тогда, когда ты этого человека по-хорошему уберешь с пьедестала, так сказать. Вот когда ты выступаешь, есть такое правило в ораторском среде. Это представить публику голой. Не все могут это сделать, не для всех это уместно, но это работает. Когда ты представляешь людей голыми, не униженными, не оскорбленными, а голыми, ты как бы понимаешь, что все окей. Это вообще они должны чувствовать себя смешными. Здесь то же самое. Представь, что этот вылизанный картинка с брюнетом, который сидит в Бугате и написал, что он все заработал на биткоинах. И у него часы за 1183 триллиона долларов. Вот представь, что он голый, с пиписькой маленькой сидит. И... Ну и дальше уж твоя фантазия, не буду ничего, никаких подсказок тебе говорить. И вот после этого порадоваться за него значительно проще, чем просто с наскоку, типа, о, я рад за этого парня, у него такая красивая машина, он уже от Дубая, у него там несколько апартаментов, и я за него рад. Так не получится. Тебе сначала нужно его с пьедестала убрать, подумать, что все мы люди грешные, все мы ходим в туалет, у всех у нас есть недостатки, достоинства. И порой у этих людей, которые, ну, там, богаты или пытаются оказаться богатыми, у них там много вообще нерешенных внутренних проблем. Но не стоит уходить в крайность и говорить дурацкую фразу, типа, вот там, кто богат и наворовал, кто богат и там несчастлив, это тоже туфта полная, это на самом деле оправдание бездействия, оправдание того, что у тебя в жизни ничего нету. Вот это, вот это еще хуже. Вот мне кажется, когда ты говоришь, вот он-то, он-то, она-то насосала, да, вот как у нас принято большинство людей, видите, при виде красивой девушки за дорогой машиной говорить, вот это, вот это вообще полху тебе дать надо, если так думаешь. И, наконец, восьмой вывод, он тоже интересный, дайте отпор внутреннему критику, поставив цель победить. Запишите его основные слова, например, ты всегда терпишь неудачу, и затем найдите не меньше трех правдивых опровержений. Перечислите свой успех, представьте, как членов внутреннего комитета, я потом на этом заострю внимание, расскажу, внутреннего комитета заботы поддерживают вас и возражают критику. Будьте с ним, а не с критиком. Поговорите с собой, сказав себе что-то вроде. Эта критика содержит в себе долю правды, но все остальное преувеличено или неверно. Именно это мне говорил, ну и вставь имя там что-нибудь. Это было ошибочно, тогда и остается ошибочным сегодня. Критика не может, не поможет мне, и я не должен прислушиваться к ней. Постарайтесь относиться к внутреннему критику как к чему-то ненадежному, а теперь практически дальше я читаю внимательно, слушай, я тебе говорю прям, слушай. Вы можете представить нелепого героя, например, глупого мультяшного злодея из диснеевских фильмов, поместить его в дальний угол своего сознания за пределы собственного я, словно неприятного человека на совещании, который всегда критикуют, но которого вскоре все перестают слушать. Причем это диснеевская мультяшка, да, спросишь ты. Вот внутренний критик же в каждом живет, правильно? Правильно? Кто тебя критикует и говорит, да нет, тебе не получится, да ты себя видел, да ты шо, ты слишком стар, ты слишком молод, ты слишком суперстар, ну вот это вот все. И вот этот внутренний критик, он есть, абсолютно точно, зубы, но представь, что этот внутренний критик, он обретает форму какого-то маленького вонючего такой, мерзкую сущность и смешную сущность, и ты смотришь на него, думаешь, ну ты вообще кто? Ты кто? Ты кто вообще такой, чтобы это говорить? Но нужно понимать, что у нас есть антагонисты, да, есть зло, есть добро, одно без другого не существует, и вот на стороне добра у тебя находится команда бравых ребят, твоя группа поддержки, и тут желательно представить целую группу, ключевое слово, как команда, кто помнит фильм такой, или как Мстители, вот у тебя я свою Халк, у тебя я своя черная вдова, которая непонятно зачем в Мстителях, но на сексуальной, конечно, ну ладно, Человек-паук, Железный Человек, все они на твоей стороне, и они сейчас так мочканут этого, вот этого маленького, которого критика, Халк подойдет и скажет, я есть Халк, а нет, это Грут говорит, короче, они все дадут жару, дадут просраться этому критику, пофантазируй, кто скажет, что ты умалишенный, только ты сам, ну если ты никому не расскажешь об этом, ты же сам волен фантазировать, что хочешь у себя в голове, если это тебе поможет, то пожалуйста, а если ты, как сейчас внутренний скептик, тебе скажет, что-то дурацкая практика, то ты и так и не попробуешь, а не попробуешь, не узнаешь, но моя личная рекомендация, если ты хочешь что-то пробовать, во-первых, а, верь в это, по-настоящему, обе на длительной дистанции, хотя бы месяцок-другой, а потом уже скажешь, не работает, работает, что хочешь скажешь, в комментариях, кстати, скажешь, вот, все, мстители вперед, Стэнли молодец, кстати, скоро выйдет этот, тор, надеюсь, когда-нибудь уже, можно будет посмотреть, а, еще Дэдпулк, третий, вот так, вот, все, все и жду, обнял, поцеловал, заплакал, 500 комментариев, жду, без них точно плачу, все, пока.